Школа Субтитры делал DimaTorzok Здравствуй, утро доброе! Поселок мой родной! День встает особенный над моей страной! Это утро января! Наш поселок ждал не зря! Дверь распахнула снова обновленная Вороновская средняя школа! Школа к подъему государственного флага Республики Беларусь смирна! Право поднять флаг предоставляется генеральному директору Лицкого строительно-монтажного отреста номер 19 Владиславу Юльяновичу Лобецкому и председателю школьного парламента, члену областного молодежного парламента, учащемуся 11 класса Ярославу Степановичу. Торжественное мероприятие, посвященное открытию нового корпуса Государственного учреждения образования Вороновская средняя школа, объявляется открытым! Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости, люди, без которых наша мечта не осуществилась бы. Давайте их поприветствуем! Разрешите представить депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Генрихович Сонгер! Заместитель-председатель Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Францевич Пронюк! Начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета Руслан Юрьевич Абрамчик! Председатель Вороновского районного исполнительного комитета Николай Аркадьевич Розун! Консультант Всемирного банка по вопросам развития человеческого потенциала Павел Александрович Фунтиков! Специалист Всемирного банка по коммуникациям Дмитрий Сергеевич Буренкин! Заместитель Генерального директора Государственного областного унитарного предприятия Управления капитального строительства Гродненского областного исполнительного комитета Сергей Сергеевич Царюк! Директор унитарного предприятия Институт Гродно Граждан Проект Вячеслав Анатольевич Тарасевич! Генеральный директор Лицкого строительно-монтажного треста номер 19 Владислав Юлианович Лобецкий! Уважаемые ребята, дорогие гости! Конечно, как отметили уже ведущие сегодня для нас, для Вороновского района, значимые события! Мы с вами откроем, можно сказать, нашу новую, ну пусть она реконструируемая, но хорошую школу! Это еще раз подчеркивает то отношение нашего государства к воспитанию подрастающего нашего поколения! Я неоднократно подчеркиваю на всех уровнях, что бюджет Вороновского района более 50% вывлаживает наших детишек! Ну и сегодня такой праздник для вас, ребята! Мы надеемся, что эта школа обновленная, вы получите еще лучшие знания, потому что здесь и классы, и все сделано для того, чтобы вы получили хорошее образование, получили, ну и отдадите отдачу нашему государству своим будущим трудом! Но сегодня мне значимость не буду повторять для нас, для Вороновского этой школы, единственной! Но хочу выразить благодарность в первую очередь областному исполнительному комитету за то, что поддержал нашу идею ремонта данной школы, губернатору! Но особенно хочу поблагодарить Сонгина, Александра Генривича, который сегодня присутствует, который также поддержал на начальном этапе, когда мы в первую очередь делали, что эта школа должна быть отремонтирована! Конечно же, слова благодарности всемирному представителям Всемирного банка, которые выделяют деньги не только для нас, для Воронова, но еще и многие объекты области, они финансируют! Но такого по объему, по финансированию объекта даже, может, и в Республике нет, как наша Вороновская школа! За это им благодарность! Конечно, хочу поблагодарить в первую очередь и наших партнеров-строителей, которые своим трудом, вы видели, в какие сжатые сроки, ну, считаю, неплохо справились с той работой! Поэтому всех их благодарю и всех поздравляю с этим праздником, который сегодня у нас на Вороновской земле! Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемый Николай Аркадьевич, представители Всемирного банка, коллеги, друзья! Сегодня последний день акции «Наши дети» и такой замечательный подарок для всех школьников города Воронова воплотился в действительность! Те пожелания, те мечты учащихся родителей сегодня реализованы благодаря совместным усилиям областного исполнительного комитета, Министерства образования, районного исполнительного комитета и наших замечательных строителей! Спасибо большое всем тем, кто принимал участие в реконструкции школы! В рамках проекта «Модернизация системы образования за заемные средства Всемирного банка» реализовался прекрасный проект, который мы сегодня воочию можем увидеть! Действительно созданы комфортные условия для обучающихся, для всех наших детей! Доступная среда, которая позволяет беспрепятственно переходить из кабинета в кабинет! Прекрасная библиотека, которая стала информационно-коммуникативным центром, где действительно наши ребята с помощью современных средств обучения могут общаться со всем миром, получать информацию из лучших библиотек страны, да и всей Европы! Я хочу отметить, что на протяжении всего времени школа изменилась, изменилась в лучшую сторону! Сегодня предусмотрены вопросы безопасности в школе, видеонаблюдение, которая позволяет родителям спокойно отдать детей. Созданы прекрасные условия для группы продленного дня, где наши учащиеся могут остаться и выполнить домашнее задание, когда родители находятся на рабочем месте и нет возможности помочь им в этом. В данном случае педагоги, которым тоже созданы прекрасные условия, спокойно могут заняться учебным и воспитательным процессом. Хочу отметить важность этого события. На протяжении 2019 года и начала 2020 года в Гродненской области открыты несколько объектов значимых. Это и детские сады в городе Островец, Лида, детский дом семейного типа в городе Гродно и сегодня обновленная, фактически новая школа в городе Вороново. Я хочу всех нас поздравить с этим замечательным событием. Хочу сказать, что Гродненская область остается лидером на протяжении многих лет по трём позициям в нашей республике. Это и централизованное тестирование, и участие в предметных республиканских олимпиадах, в конкурсах, в соревнованиях. Мы действительно гордимся и знаем каждого победителя, каждого участника конкурса, всех наших ребят. И Вороновская школа славится своим именем, своих выпускников. Поэтому, уважаемые учащиеся Вороновской школы, молодое поколение, я призываю вас поддержать и усилить те традиции педагогического коллектива Вороновской школы, чтобы мы завтра, в будущем, могли гордиться вами, узнавать о ваших результатах, вашей учебной деятельности, да и просто по жизни радоваться всем вашим успехам. Ну, а мы, органы исполнительной власти, и дальше продолжим работу по совершенствованию системы образования, отвечая на все вызовы мирового общества, готовя новых учеников, которые свободно могут общаться, которые знают информационные технологии, которые востребованы на рынке труда, которые необходимы нашей экономике. Именно такую задачу перед нами ставит глава государства, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Ну, и самое главное, чтобы вы оставались крепкими, здоровыми, сильными и всегда радовались жизни. Этому помогает спорт. Поэтому хотел бы вашему директору вручить сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Дорогие ребята, дорогие родители, учителя, гости нашего праздника. Сегодня у нас действительно огромный праздник. Мы с вами открываем практически новые здания школы. Это здание 57-го года постройки, здание 76-го года постройки. У нас будут новый кабинет информатики, новый кабинет физики. Оборудованы 4 группы продленного дня для детей, количество для количества 80 детей. Вся школа, которая у нас поступает в нашу эксплуатацию после реконструкции, оборудована, можно сказать, по последнему слову, науки и технически. Очень теплые классы, великолепные коридоры. И все, я так думаю, что мы сбережем. Ну а я хочу от имени нашего дружного школьного коллектива выразить благодарность всем, кто принимал в этом активнейшее участие. Это в первую очередь наш местный исполнительный комитет. Это его руководство в лице Розума Николая Аркадьевича. Хочу выразить также слова признательности и благодарности областному исполнительному комитету, губернатору, управлению образованием. Конечно же и нашим республиканским институтам и органам, которые смогли поучаствовать в этом процессе, Всемирному банку развития. Безусловно, особые слова благодарности от вашего же имени, себя лично я выражаю руководству и работникам Тресла строительного номер 19 в лице Владислава Юльяновича Лопецкого. Ну и от всех нас я обещаю, что мы постараемся доказать, что Буроновская школа будет лучше в области, ну а пока не в республике, по всем показателям. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В районе медицинский квалификации и от геообразования не могу есть без подарка, хотя и здание, школа подарок большой, но вам обпустите эту систему, которую вы сегодня пользуетесь, чтобы вы проводили свои линейки. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорога к знаниям открыта! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА